Фёдор Иванович Тютчев оставил яркий след в русской культуре. Он был известным общественным деятелем XIX века и выдающимся русским поэтом, чье творчество до сих пор вызывает интерес. Об этом свидетельствует и тот факт, что в честь Фёдора Тютчева назван астероид под номером 9927, открытый в 1981 году в Крымской астрофизической обсерватории. Тютчев появился на свет 23 ноября 1803 года в среднепоместной дворянской семье. Его мать Екатерина Львовна в девичестве Толстая приходилась дальней родственницей семьи, от которой идёт родословная писателя Льва Толстого. Из-за слабого здоровья Фёдор Тютчев обучался дома. Учителем мальчика был знаменитый переводчик произведений античности Семён Егорович Раич, который после Тютчева обучал маленького Михаила Лермонтова. Благодаря учителю мальчик увлёкся поэзией. В 12 лет он перевёл на русский язык торжественные оды Горация, что стало первым переводом этого античного поэта в Россию. К 14 годам Тютчев свободно владел латынью, немецким, французским и древнегреческим языками. В 15 лет он становится слушателем Московского университета, а затем в 16 его студентом и членом престижного общества любителей словесности. В 1821 году с блестящими результатами Тютчев завершает обучение на отделение словесности университета. В марте 1822 года он поступает на службу в Государственную коллегию иностранных дел, а уже в начале июня его направляют на работу в дипломатическую миссию Баварии. В Мюнхене он сдружился с поэтом Генрихом Гейне, философом Фридрихом Шеллингом и учёными Мюнхенского университета. В сокровищнице поэтического творчества Тютчева более 400 стихотворений о природе на философские темы и любовные лирики. Профессиональным поэтом он себя не считал, а стихи писал для того, чтобы излить на бумаге свои чувства и мысли. Первое стихотворение «Любезному папеньке» поэт написал в 11 лет. В 1824 году он дарит своей первой возлюбленной Амалии стихотворение «Твой милый взор невинной страсти полной», а в 1870 году, встретив её на курорте Баден-Бадена, посвятил знаменитое «Я встретил вас и всё былое». Я встретил вас и всё былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло, как поздней осени порою бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенётся в нас. В 1836 году доставленные из-за границы стихи Фёдора Тютчева были опубликованы в журнале Александра Сергеевича Пушкина «Современник». Под заголовком «Стихотворения, присланные из Германии» и за подписью «ФТ» в третьей книге журнала был напечатан большой цикл из 16 стихотворений, в их числе «Полдень», «Как над горячей узолой», «Сон на море», «Душа хотела быть звездой», знаменитые ныне «Силентиум», ранее напечатанная в газете «Молва» и другие. В 1837 году Тютчева назначили первым секретарём русской миссии в Турине, где спустя год умерла его жена. Через два года он самовольно покинул службу в связи с отъездом в Швейцарию для новой женитьбы. После этого последовало увольнение и лишение звания камергера. В сентябре 1844 года он с семьёй переезжает в Петербург. Через полгода его зачисляют в ведомство Министерства иностранных дел и возвращают звание камергера. Спустя четыре года Тютчев был назначен на должность цензора в Министерстве иностранных дел. Тем временем он становится активным участником литературного кружка Белинского, в котором встречает своих единомышленников – писателей Ивана Тургенева, Ивана Гончарова и поэта Николая Некрасова. В апреле 1857 года Фёдор Тютчев возведён в чин действительного статского советника, а спустя год становится главой Комитета иностранной цензуры. В этой должности он прослужил 15 лет и многое сделал для ослабления цензуры в России. В эфире телерадиокомпания «Русский мир». Здесь, в московской студии, автор и ведущий Юрий Бутунин. Здравствуйте! Умом Россию не понять, Оршином общем не измерить, У ней особенное стать, в Россию можно только верить. Эти пронзительные строки принадлежат русскому поэту Фёдору Ивановичу Тютчеву. Кто ещё так точно и с такой любовью мог сказать о России? Его творчество давно не вызывает сомнений. Он великий русский поэт. Много лет Фёдор Тютчев был дипломатом и работал за границей. А стихи писал в свободное от службы время. Его произведения почти не печатались в России. Слава пришла к поэту после публикации в журнале «Современник», где Николай Некрасов назвал его русским первостепенным поэтическим талантом. Фёдор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 года. Этот год не юбилейный, но в его творческой биографии есть один значимый факт. 150 лет назад в Германии впервые был издан сборник стихов Тютчева. Далеко не все знают, что 20 лет своей жизни Тютчев провёл в Германии и что самый знаменитый, наверное, русский романс «Я встретил вас, и всё былое в отжившем сердце жило» посвящён немке Амалии Лерхенфельд. И вообще стоит отметить, что многие стихотворения Тютчева в оригинале написаны на немецком языке, и только потом он сам же перевёл их на русский язык. Ну, назову самые знаменитые стихи Тютчева «Я встретил вас, и всё былое, весенние гроза, а зима не даром злится над виноградными холмами». Подробнее о жизни Тютчева в Германии мы попросим рассказать Нину Мазур – театроведа, театрального критика, драматурга, члена германского центра ITEI и Международной ассоциации театральных критиков ЮНЕСКО. Для этого мы отправимся к ней в Германию, в Ганновер. Итак, Тютчев и Германия. В конце июня 1822 года юный Тютчев прибыл в Германию и прожил здесь в общей сложности около двух десятилетий. Он иногда наезжал в Россию, иногда жил по несколько месяцев на родине, но потом опять возвращался в Германию. Только осенью 1844 года Тютчев окончательно вернулся на родину. Так что практически треть его сознательной жизни прошла в Германии. Германии, как единой страны, тогда, собственно, не было. Был Германский союз, основанный в 1815 году. Это было 40 разнородных государств. Как раз Бавария, где оказался Тютчев, была третьей по величине страной, государством внутри Германского союза. Единое германское государство было создано только в самом конце жизни Тютчева в 1871 году, собственно говоря. Но единая национальная культура Германии к моменту прибытия Тютчева уже существовала. Она являла собой, конечно, незыблемый залог будущего единства этой страны. И в конце 18-го, начале 19-го века культура Германии бесспорно играла ведущую роль в творчестве, в культурной жизни Европы. Оказавшись в Германии, Тютчев вошел в духовную и творческую атмосферу, созданную такими величинами, как Кант, Шиллер, Гоффман, Моцарт, Гегель, Шеллинг, Гёте, Бетховен, Шуверт. Первыми в ряду, конечно, здесь стоят мыслители, ибо культура Германии была прежде всего философской. Именно германская философия явилась высшим взлетом общечеловеческой мысли нового времени. 18-летний Тютчев достаточно ясно представлял себе основные устремления германской культуры. И вот он оказался в Баварии. В это время Мюнхен переживал период высшего культурного расцвета. Его называли германскими афинами. И несмотря на отсутствие единой Германии, деятели Мюнхена имели тесную связь со всеми другими культурными центрами, включая, естественно, Гётеевский Веймар. Во времена пребывания Тютчева в Баварии плодотворно действовала Академия наук, Университет, Академия художеств. И, собственно говоря, именно это обстоятельство сыграло огромную роль в становлении творчества Фёдора Тютчева. Первый президент Баварской Академии наук Фридрих Якови писал о Мюнхене, что где вы ещё найдёте во главе дел столько умных и порядочных, ревностно стремящихся к добру людей, как здесь. Дело Баварии – это дело всего человечества. Так что при Тютчеве в Мюнхене творилось в сфере мысли дело всего человечества. Тютчев, разумеется, всесторонне освоил германскую поэзию. В первые годы пребывания в Мюнхене он перевёл на русский язык «Песнь радости» Шиллера. Он его переводил, впрочем, ещё и в России, и целый ряд творений Гёте. Но есть основания полагать, что германская мысль влекла к себе Тютчева не менее, может быть, и более, чем поэзия. Дело в том, что ни одна европейская, не говоря уже о других континентах, культура в то время не обращалась с такой страстностью к всемирным достижениям германской мысли и поэзии, как русская. Нигде не был так оценён вклад Германии в мировую культуру, как в России. Именно России предстояло совершить новый грандиозный шаг в развитии мировой культуры. Менее чем через полвека появились Достоевский и Толстой. Вот это глубокое освоение германской культуры, переживавшей свой взлёт, ускорило духовное и творческое созревание Тютчева. Нет сомнения, что жизнь Германии для него была необходима, и как для поэта, и как для мыслителя. Германская культура была как бы средоточием всей европейского творчества в ту пору. Иван Аксаков писал о Тютчеве, что, переехав за границу, Тютчев очутился у самого родника европейской науки. Окунувшись разом в атмосферу стройного и строгого немецкого мышления, Тютчев быстро отрешается от всех недостатков, которыми страдало тогда образование у нас в России. Это слова Ивана Аксакова. Уроки германской культуры для Тютчева не означали заимствование. Именно в Германии расцвел для него великий праздник молодости чудной. Он объездил многие регионы Германии и любовался ее красотами, восхищался Рейном. Трогательно читать его заметки в дневнике. И вскоре после приезда в Мюнхен весной 1923 года Тютчев влюбился в юную Амалию фон Лерхенфельд. К концу 1924 года его любовь достигла высшего накала. Он написал прекрасное стихотворение, обращенное к 16-летней Амалии «Твой милый взор, невинной страсти полный». Амалия была одарена редкостной, уникальной красотой. Ее внешностью восхищались и Генрих Гейна, и Пушкин, и Николай I, а баварский король Людвиг I заказал его портрет для собираемой им галереи европейских красавиц. Однако Амалия, оценив по достоинству Тютчева, тем не менее не смогла или не захотела связать с ним свою судьбу. Тютчев оказался на дуэли, по всей вероятности, тоже связан, но это было с Амалией. И был вынужден взять в дипломатической миссии отпуск там, где он служил. И за время его отсутствия Амалия обвенчалась с бароном Крюднером, который уже тогда был первым секретарем русской миссии в Мюнхене, а Тютчев был только сверхштатным чиновником при этой миссии. И, конечно, он был на 8 лет старше, чем Тютчев Крюднер, и, конечно, он был более надежным супругом с точки зрения молодой девушки. Надо учесть, что на самом деле Амалия не была дочерью графа Лерхенфельда. Она была внебращенной дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма Третьего. Она фактически являлась побочной сестрой другой дочери этого короля, русской императрицы Александры Федоровны, супруги Николая Первого. Так что королевская дочь, да еще и слепительная красавица, она хотела добиться высокого положения в обществе, ей это удалось. Когда ее первый муж, который был старше ее, скончался, Амалия вышла замуж вторично за графа, сына всесильного министра двора. Хотя ей к этому времени уже было 46 лет, но она оставалась ослепительной красавицей. Ну и Тютчев очень быстро, узнав о первой браке Амалии в 1825 году. Через несколько месяцев, в 1926-м, он женился на Элеоноре Петерсон Гарфини Боттмер. Был это странный брак, он его скрывал. Никто об этом не знал, как пишет Генрих Гейне. Его избранница была вдова с четырьмя сыновьями маленькими. И поскольку она была старше его на 4 года, по тем временам, удивительная была эта вещь, то о ней даже писали уже не очень молодая. Однако, надо сказать, что она была очаровательная женщина. Правда, не имела каких-то больших умственных запросов. Но, однако, будем говорить, что, наверное, Тютчев решился на эту женитьбу главным образом из-за утраты своей единственной возлюбленной. Кстати, Амалия и Тютчев никогда не забывали друг друга. Он любил ее всегда, хотя это уже была нежная дружба более, чем любовь. И, невзначай, встретившись с Амалией в 1870 году в курортном Карлсбаде, Тютчев создал знаменитые стихи «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце жило». Для Тютчева, который умел любить всегда только всей полнотой своей личности, Амалия оставалась живым выражением прошедшего, расцветшего в Германии великого праздника молодости. А теперь я с удовольствием представляю профессионального немецкого актера, лауреата многих международных театральных фестивалей, который одновременно является носителем русского языка и русской культуры. Это поистине редкий случай. Итак, Алекс Борис, актер штутгартского драматического театра. Среди громов, среди огней, среди клокочущих страстей в стихийном пламенном раздоре Она с небес летает к нам, небесная к земным сынам, С лазурной ясностью во взоре и на бунтующее море бьет примирительный елей. Как не тяжел посредний час. Та непонятная для нас эстома смертного страдания, Но для души еще страшней следить, как вымирают в ней все. В разлуке есть высокое значение. Как не люби. Хоть день один, хоть век. Любовь есть сон. А сон? Одно мгновение. И рано или поздно пробуждение, А должен, наконец, проснуться человек. В течение двух лет можно увидеть. Ты ехали, ты ехали, ты ехали. Это трамп, и мечты быстро происходят. Время или поздно слышишь в руке, Так что человек в конце, но ждет. – Алекс, спасибо. Для того ли я родился в Овстуге, чтобы жить в Турине? Жизнь человеческая куда какая нелепость, но вскоре отношение Тютчева к Турину изменилось. Он познакомился со своей второй женой, Эрнестиной фон Дернберг. Итак, Италия, Турин, площадь Сан-Карло, и нас приветствует Кира Маренге. Кира, я приветствую вас. Добрый день, приветствую вас в Турине. Я прочту два нежных и страстных произведения Тютчева, которые он посвятил, Эрнесте фон Дернберг. Люблю глаза твои, мой друг, С игрой их пламенной, чудесной, Когда их приподнимешь вдруг, И словно молнией небесной Окинешь бегло целый круг. Но есть сильнее очарование Глаза потупленные ниц, Минуты страстного лапзания И сквозь опущенных ресниц, Угрюмый тусклый огонь желания. И второе произведение. И второе произведение. Не верь, не верь поэту-дева, Его своим ты не зови, И пуще пламенного гнева Страшись поэтовой любви. Его ты сердце не усвоишь Своей младенческой душой, Огня блашива не скроешь Под легкой девственной фотой. Поэт всесилен, как стихия, Не власть лишь в себе одно. Невольно кудри молодые Он обожжет своим венцом. Вот щепоносит или хвалит Его бессмысленный народ. Он незаметно сердце жалит, Он не змеей сердце жалит, Но как пчела его сосет. Твоей святыни не нарушит Поэта чистая рука, И ненароком жизнь задушит Или унесет за облаком. Кира, спасибо. Ну, а теперь нас ждет Вера Муёвич, Национальное достояние Республики Сербия, Актриса Национального сербского театра. Вера, Вера, я приветствую вас. Большой привет всем. Вера, скажите, как поживает Главный театр Сербии? И много ли вы за прошедший год сыграли ролей? Я сейчас нахожусь на съемках сериала «Кольцо счастья», Где играю пожилую балерину. В Национальном театре, как и весь где, на земном шаре, Кризис из-за этого несчастного вируса. Но у меня все-таки была премьера пьесы «Страх и надежда» в Германии, Где играю актрису Ирму. Это немецкая пьеса, автор Крец. А через неделю будет премьера спектакля Гид по сербскому менталитету сербского писателя Капора. Мы только что начали репетиции пьесы Верипаева, Иранская конференция, Где я играю иранскую или персидскую поэтессу. По-прежнему я играю Коко Шанеля, Ольгу Книперчехову, И несколько сербских героин, А также и Марию Лебяткину, героиню Достоевского. Вера, спасибо за хороший, интересный рассказ. Вы так хорошо знаете русский язык, Что я решил обратиться к вам с просьбой. А вы не могли бы прочитать Одно из лучших стихотворений В творчестве русского поэта Тючева? Сихотворение называется «Она сидела на полу». Юрий, это стихотворение мне очень нравится, Я с удовольствием его прочту. Она сидела на полу И груду писем разбирала, И как остывшую золу Брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы И чудно так на них глядела, Как души смотрят с высоты На ими брошенное тело. И сколько жизней было тут Невозвратно пережитой, И сколько горестних минут Любви и радости убитой. Вера, большое вам спасибо. Тючев и Пушкин были любимыми поэтами своего времени. По этому поводу даже шли жаркие дискуссии. Кто лучше – Пушкин или Тючев? Тючев или Пушкин? Но наша передача не будет оценивать рейтинг Великих поэтов России. Тем более давно признано, Кто есть солнце русской поэзии. Этот божественный титул Был раз и навсегда по праву Отдан Александру Сергеевичу Пушкину. Но это ни в коем мере Не умаляет значение поэзии Тючева. Он тоже гений И не менее значим Для русского языка и литературы. Одно только его стихотворение «Весенние гроза» По праву можно называть Мировым шедевром. А вот так ли это? Спросим Софию Комару. София, привет! Здравствуйте! София, скажи, сколько тебе лет И в каком городе ты живёшь? Я из города Алматы в Казахстане И мне 11 лет. София, когда мы готовили эту передачу, Мы попросили тебя Выучить стихотворение Тючева «Весенние гроза». Как у тебя получится? Да, знаю. И готова вам его рассказать. Отлично, София. Мы тебя слушаем. Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый кром Как бы резвясья играет, Крохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, Дождик брызнул, пыль летит. Повесли перли дождевые, И солнце нитей золотит. С горы бежит проток проворный, В лесу не молкнет птичий гам, И гам лесной и шуб проворный. Всё весело творит громад, Скажешь в этой наи. Геба, кормя зевсового орла, Прямо кипящий кубок с неба, Смесь на землю пролила. Спасибо, София, Спасибо, Алматы, Спасибо, Казахстан. Ну, а мы продолжаем разговор о Тючеве. И нельзя не упомянуть о кинематографии. Режиссёр Наталья Бондарчук сняла фильм «Любовь и правда» Фёдора Тючева. Его образ создал Народный артист России Николай Бурляев. Небольшим отрывком из этого фильма мы завершаем передачу. О, вещая душа моя! О, сердце полное тревоги! О, как ты бьёшься на пороге Как бы двойного бытия! Так ты – жилище двух миров, Твой день – болезненный и страстный, Твой сон – пророчески неясный, Как откровение духов. Пускай страдальческую грудь Волнуют страсти роковые, Душа готова, как Мария, К ногам Христа Навек привнёт. Ну что же, пришло время прощаться. Сегодня мы вспоминали русского поэта, дипломата Фёдора Ивановича Тючева. Телерадиокомпания Фонда «Русский мир» уделяет огромное внимание русскому языку и русской литературе. Мы надеемся, что в следующем году Передачи о великих русских поэтах И современных родителей Русского языка и литературы Будут продолжены и будут вам интересны. Так что, говоря вам до свидания, Я с вами не прощаюсь надолго. Любите русский язык, Учите русский язык, Совершенствуйте русский язык. Русский язык – это язык Международного общения. Здесь, в московской студии Телерадиокомпании «Русский мир» Был автор и ведущий Юрий Бутунин. До свидания.